Генпрокуратура обратилась в суд Челябинска с требованием обратить в доход государства активы крупнейшего в стране производителя макаронных изделий АОМ МАКФА на 46 миллиардов рублей. По мнению прокуратуры, компания имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары МАКФА занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти. Мы узнали мнение предпринимателей по поводу участившихся обращений прокуратуры о конфискации активов. По мнению прокуратуры, компания имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары МАКФА, Михаил Юрьевич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти. В четверг стало известно, что в Генпрокуратуре также потребовали, чтобы бывшие совладелец промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината Александр Арестов, его супруга и их партнеры также приняли участие в возмещении ущерба, нанесенного бюджета в результате незаконной приватизации ЧЕМК. Ущерб оценили в 105 миллиардов рублей. Мы обросили представителей бизнеса и узнали его мнение об участившихся случаях обращения прокуратуры по поводу изъятия активов. Мнения разделились. Управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов. С одной стороны, у бизнеса подобные действия страны государства могут действительно вызывать озабоченность, потому что все переживают за сохранность своей частной собственности. С другой стороны, справедливости ради стоит отметить, что это не массовые истории, все-таки это какие-то единичные случаи. И если всегда, что называется, копнуть глубже в предыстории этих вопросов, мы всегда находим какие-то вещи, которые связаны с нарушением закона. Или речь идет о незаконной приватизации, которая проводилась там ранее. Или, например, как в ситуации с МАКФой, активы фактически принадлежат высокопоставленным коррумпированным чиновникам. И иск об изъятии в собственных государств той же МАКФой предшествовала достаточно длинная история, связанная с коррупционными действиями. То есть там есть уголовное дело, обвинение в коррупции. И, в принципе, ситуация, когда высокопоставленные чиновники владеют такими активами, ну, вызывает очень много вопросов. А излишним было бы говорить, что каждый предприниматель, который осуществляет свою деятельность честно, добросовестно, правильно переживает, что в любой момент к нему могут прийти и вот просто так взять и забрать его без. Ну, такое, разумеется, не происходит. И, повторюсь, это те истории, по которым государство, наверное, скорее право, когда оно осуществляет подобные действия. Гендиректор холдинга Ади Тим, инжиниринговой компании в области переработки полимеров Георгий Солдатов. Мы насторожены. Дело в том, что деталей каждого из таких громких дел, конечно же, мы все не посвящены. Мы просто слышим, что заводы, которые много лет, десятки лет принадлежали одним собственником, теперь изымаются в соответственном интересе государства. Собственно, если нарушения были, можно было и давно найти эти нарушения, кажется. Нет, ну, настороженность. Вот и все. Просто, опять же, мы должны понимать, что у бизнеса, у частной собственности должны быть какие-то гарантии в данном случае. Не сложно рассуждать про конкретно чиновники или нет. Ну, конечно, весь бизнес за этим следит настороженно. Но мы, само собой, исключительно за максимальную законопослушность, исключительно, но осторожен. Честно, наверное, на нашем уровне мы с этим не сталкивались. Там еще, если посмотреть список, действительно, некоторые предприятия... У меня, честно, снова возникает вопрос, почему, в принципе, разрешили приватизировать. Это предприятие, например, не просто оборонное, оборонное стратегическое, да, которое действительно от которого зависит безопасность страны. С моей точки зрения, вообще, там, они не должны были подлежать приватизации, в принципе. Сооснователь, председатель совета директоров мебельной компании «Мистер Дорс» Максим Валецкий. У меня нейтральное отношение к этой новости, потому что я не знаю контекста проблемы, не знаю инсайдов. Меня эта история как бы не радует, не пугает. Не пугает, потому что я знаю, что мы свою компанию как бы создавали с нуля, и у нас нет никаких скелетов в шкафу, за которые можно было бы волноваться. Не радует, потому что любая притурбация такого уровня, она может привести к аху бизнеса самого как такового, что плохо отразится на общеэкономической ситуации. Ну, дыма без огня не бывает. Если органы приняли, судебные и надзорные приняли такое решение, значит, там были реальные скелеты в шкафу. Можно ли как бы было обойтись без полной смены владельцев, а просто как бы убрать этот скелет в шкафу, я не знаю, я не знаю контекста. Но вот эта вот тенденция разбираться со скелетами в шкафу, она должна быть, на мой взгляд, крайне осторожная, потому что на таких сложных тектонических сдвигах могут обрушиться большие бизнесы. С одной стороны, где-то нужно восстанавливать справедливость, с другой стороны, это ненужным микроскопом забивать гвозди, скажем так. Наверное, неправильное сравнение. Такие вещи должны производиться с помощью сложных хирургических инструментов, а не топором. На мой взгляд, сейчас слишком задействован топор. Хотя, с другой стороны, я считаю, что бизнесом, у которых нет скелета в шкафу, опасаться нечего. Вопросы у прокуратуры ранее возникали не только к Челябинскому электрометаллургическому комбинату, но и к Серовскому и Кузнецкому заводам феррасплавов, Климовскому патронному заводу, Соликамскому магниевому заводу. Союз промышленников и предпринимателей направил президенту предложение по законодательному регулированию пересмотра приватизационных сделок.